друзья всем привет сегодня у нас 28 октября 2024 года 6 часов утра и сегодня начинается мое путешествие приключения еду сейчас в аэропорт шереметьево и вылетаем в таиланд первый раз заграничная поездка переживаю во-первых с пересадкой во вторых у меня рюкзак блин так не видно довольно плотный получился не знаю по ручной клади чтобы нормально все прошел от придется там что-то делать вот так что сейчас еду до метро щелковская сажусь еду до площади революции пересаживаюсь и до коврина еду там сажусь на аэроэкспресс и до терминала c на улице на свиньи 3 градуса ну довольно так комфортно вот холодно вот она комфортно народу никого дождя нету так что потихонечку идем друзья летим мы уже около часа вот и вот нам принесли обед вот такой вот обед ребята короче я уже получается в хайкал время у нас 6 утра 6 30 даже у нас вылет в 8 40 в общем долетел я хорошо до хайкал 9 почти 10 часов летели я там ничего не стал снимать и шереметьево ну потому что не знаю пока все разобрался вот в общем ребят давайте вам покажу что у нас здесь происходит он самолетик стоят у нас 46 выход водичка кстати везде автоматы стоят с бесплатной питьевой водой вот такая вот здесь красота вот два часа я буду в бангкоке поменяем валюту сядем на такси и до отеля кстати спать вообще не хочется очень здорово в 46 выход все мы сейчас скоро поедем туда поедем пойдем как-то вот так вот все ребятки вот наша там компания вас сидит вот компания наша сидит все скоро выдвигаемся ну что друзья мы серии уже самолет на улице идет дождь слава богу мы по рукаву заходили сейчас покажу что в окошке лететь два часа соответственно вот все надеюсь в бангкоке будет погода хорошая всем привет друзья ну чтоб я в принципе заселился все хорошо вот единственная здесь идет стройка вот здесь толпят не страшно то есть это надеюсь ночью не будет слышно если какой-то дворик какой-то алтарик даже вот очень короче the whisper hotel вот такой то да вот у меня выходит на а тут в сторону получается во дворе вот ну и вот как то вот так вот ребят в принципе довольно неплохо смотрите карточки везде ходят непривычно непривычно ребят выбрался про регуляция до 7-11 хотя бы муж до моря до это блин я приехал на договоре симку надо купить пока вообще не понимаю что куда идти потому что ну пока вообще ребят ничего не понятно карту открывать хорошо у меня онлайн карты есть вот здесь какая-то кафешка рядом есть на то сейчас будет посмотреть что там в ней продается смотреть конечно за всем вся вот верно на обратно на обратном пути зайду посмотрю что в этой кафешке подается да вот надо на вечер взять пивка посмотреть что у нас по пивку там вот но пиво продается с 5 вечера до 12 что я точно не помню так куда мне вообще я пока вообще не понимаю вот кстати вот давайте цены посмотрим да вот такие здесь цены у нас дороги так понимаю что вообще нихера не туда то есть мы идем вот по бордюру здесь еще что-то ну ладно я буду потихонечку снимать я много на экскурсиях буду снимать вот а пока вот вот так вот идем соответственно да вот я стараюсь людей снимать как то вот так как все движемся дальше прошелся я до набережной кстати да я я не помню уже сказала нет я купил симку за 199 баксов на 30 гигов инета на месяц вот так что эти прессы на этом с картами маяк вот такой хотя у меня карты кстати есть загружены просто вот смотрите вот такой маяк и увидеть вот такая вот лестница она вот ведет у нас наверх сейчас мы туда пойдем вот идем на смотровую площадку короче ребят смотрите здесь вот такие что что вот эту грязь ты какую-то грызешь что ж ты делаешь-то собака ну ладно закаляться хотя бы будешь все ребят пойдем наверх красивая здесь лестница сейчас выровняем ой я обрызгался от комаров дезодорантом так что все нормально так сейчас обгоним ребята блин а тяжело здесь подниматься я уже весь мокрый но дорог красивая блин еще же и фото надо делать я забываю про это так все не будем задерживаться идем дальше но кстати очень красиво лестницу вот это кардио в такую жару так интересно сколько сейчас градусов показывает ребят я уже устал ноги уже забиваются и так погода 6 градусов облачно это у меня с москвой не обновился ребят 31 ясно 33 вечером и пипец так а там у нас еще собака вот здесь они в кустах живут надо быть аккуратным фу блин какая красота здесь да поднялся ребят все полудохлый ну прям потому что такую жару очень красиво и смотрите здесь какой вид сейчас сделаю фото и продолжим так ребятки продолжаем идти насколько я понимаю нам туда еще выше есть какие-то цветочки красивые а тоже сфоткать на фотостоках продается все ребят все сделали фото можно дальше я даже не представляю сколько здесь воды надо ребят это жуть вообще так хочу здесь все огорожено значит мы пришли не туда правильно хотя нет здесь калитка есть да это я не туда пошел ребят короче смотрите калитка а мне надо вот так вот обходить я тоже фото сделаем все все пойдем ребят вот так вот птички черекают ну очень красиво ребята очень напоминаю я сегодня первый день в паттайе паттайя или паттайя так правильно хрен его знает единственное здесь пугают собаки бездомные собаки вот еще одна лестница с меня просто течет под жуткой рекой все дальше спускаемся спускаться кстати намного легче там какая-то дорожка моя задача выйти к площадке обзорной самой паттайя вот там открывается офигенный вид вот как обратно спуститься там я не знаю в общем будем сейчас разбираться ребята которые с щенками играли которые впереди меня шли тоже спрашивали ну соответственно я как разведчик первый иду ну да скорее всего это вот здесь вот ребят ой а кто это это стрекозы так летают о смотрите сколько стрекоз так а туда еще внизу идет лестница внизу там что интересно нам же не вниз надо нам наверное наверх надо да наверно нам все таки надо подняться наверх блин тяжело снимать и видео и фото сразу одновременно ну ладно это мы попробуем какие красивые цветы а это с учетом того что у нас в москве уже серость так тут вот есть вот такая вот смотровая вот смотрите сверху открывается вот такой вид не знаю может здесь вечером будет очень красиво но боюсь что собаки ребят вы видели как собака убежала просто в кусты вот все сейчас продолжим ну что ребята движемся дальше молодежь катается а мы туда наверх наверх ребята более зато здесь красивая картинка знаете чем-то все-таки напоминает сочи когда я ездил в сала хаул вот примерно что-то вот такой ух ты какая бабочка она расцветки такой странная она не совсем белая все идем идем наверх здесь прям крутой крутой склон такой вот но я так понимаю что там основная все-таки там площадка где буква паттайя я все-таки хочу до туда дойти и надеюсь что там будет спуск кто-то лазит по деревьям или это собаки вообще а нет обезьяны вроде там ну-ка выдвигаемся боюсь у меня здесь на воду будет выходить в день бата в 200 блин это 600 рублей от бутылочка воды 033 стоит вот шлепс я покупал и колы покупал 17 бат так а чё а все что ли да не не может быть но тоже красивая узличка фух ну нафиг не может быть что это все сейчас посмотрю по карте так не знаю будет видно или не видно не отцвечивает к сожалению пишет две минуты те фух для того чтобы они понимали как я выгляжу я весь мокрый в москве плюс 3 здесь плюс 32 круто вот главное не обгореть в первый же день а то будет очень плохо все почти дошли ну это я так себя подбодриваю ни хера мы еще не дошли фух хотя уверен сейчас я до туда дойду и там куча куча китайцев будет же они почему-то обожают эту площадку фууууу ху 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 Зря я с собой не взял никакой платок промакивать с лица хотя бы пот весь. Хорошо, у меня карта с собой есть в телефоне и пауэрбанк на всякий случай, потому что если у меня сядет телефон, я... Не, может я и дойду, адрес я знаю своего отеля, СОИ-15, вот, но я могу пропустить поворот просто, вот. Так, а что? А здесь закрыто, вот здесь закрыто, а это как раз прям к буквам Паттайя, спуск, понятно. Здесь вот такой вот памятник стоит. Блин, а я могу как-то по газону пройти, посмотреть его? О, смотрите какой. Так, и вокруг меня муха какая-то жужжит. Это плохо. Потому что я говорил, здесь и дынги. А-а-а, но все-таки, все-таки площадка должна где-то здесь быть. О, смотрите, это подсветка, походу. Включается, выключается. Здесь кафе какое-то у нас. Памятники здесь тоже стоят. А, смотрите, вот она, площадка, сюда даже на автобусах привозят. Может, это какая-то обзорная, экскурсия здесь, вот. Да я своим ходом. По такой жаре. Единственное, я в джинсах, ребят. Может, это и минус. Но в то же время... Защита от комаров, ребят. Это важнее. Ну, везде закрыто, то есть, туда не спуститься. Вон, видите. Хотя вот отсюда, смотрите, какой вид открывается. О! Блин, ребята, у меня уже такая привычка. Я отключаю камеру и продолжаю разговаривать. Прикиньте. Вот. А это, самые известные, говорят, недострой. Вот. Ну, по сути, все. Здесь вот, смотрите, фонтанчик. Ой, фонтанчики. Кстати, очень удивительно. Ну, да, вообще-то это фонтанчик с цветами. Почему водяных фонтанов нету? Или они быстро пересыхают здесь? Вот. Ну, кадры, в принципе, сделали мы. Дорога, конечно, зашибись вообще. Самая кривая дорога в мире. Наверное, вот так вот лучше идти вообще. Блин, отсюда здорово этот недострой, конечно, сфоткать. Во. И отсюда вот, знаете, как из кустов. Как настоящий журналюга. Вот так вот сделаем. Такой. Ну, честно, площадкой, наверное, как-то расстроен. Ожидал немного, наверное, большего. Давайте вот отсюда тоже. Этот недострой сфоткаем. Охренеть, а! Вот, представляете? Так, ребята, у меня уже кружится голова от жары, прикиньте. Не солнечный удар, но кружится. А мне надо дотянуть до пяти вечера. Сейчас объясню, почему. Хочется пива разного купить. 15.37, то есть у меня час двадцать. Еще надо пошататься по городу, чтобы в 7-11 потом там с двух до пяти там вроде бы этот перерыв. О! Здесь здорово прям через этот... Через арку. Красиво. Наверняка там где-нибудь бездомные живут, а? Хотя, вы знаете, я здесь тоже видел бездомных просто, которые спят там. Так, я не знаю, как сейчас пойти. Можно вниз пойти, а можно вот туда вбок пойти. А вниз я, наверное, выйду куда-нибудь. Ну, как раз к пирсу выйду. А если прямо пойду, я хер знает, куда я выйду. Надо посмотреть сейчас. Не, ребят, все-таки, наверное, вниз надо идти, потому что туда это куда-то уже далеко довольно уходишь. Вот, поэтому туда идем. А знаете, силы уже меня покидают потихонечку. Прям слабость такая появляется из-за жары. Жесть. А что же будет на экскурсиях? Мне надо панамку брать. У меня, разумеется, она есть. Шорты брать. Тоже это есть. Здесь красивые такие вот пейзажи. А меня бесит, что у меня постоянно фокусировка не по центру идет, а куда-то вообще сбивается. Меня это прям раздражает. Вот, все. Идем дальше вниз. Потому что вы видели, что я доходил до маяка. и от маяка я, соответственно, шел. Даже мусорка стоит. Культурно все. Лавочки, можно отдохнуть. Вот на камеру, если так смотрите, на маленький экран, издалека кажется, что это там собаки стоят, а это стоят столбики. Куда ведет дорога, я не знаю, ребят. Кстати, вот такие здесь деревья. О, а здесь еще что-то. Смотрите, там какие-то эти плиты лежат. Может, все собирались строить, потом забили на это. Так, такое ощущение, что я опять не туда куда-то все-таки иду. А там еще лестница одна. Куда я выйду? А вот хрен его знает. Потому что по карте показано, что я иду... Покажите, показано, что я иду непонятно куда. Ну, потихонечку идем. Надеюсь, мы куда-нибудь выйдем. Может, там будет где лестница вниз. Здесь, кстати, очень стремно, что всякие шорохи. Непонятно, кто здесь будет. И у нас опять лестница. Нет, конечно, все красиво. Здесь вообще такие джунгли уже. А там, вроде, вдали я дома уже вижу. То есть, по сути, я, наверное, сейчас к домам выйду. Ну, да. Смотрите, я вышел по дороге, там люди идут. Так, я так понимаю, что вот это пешеходная зона, да? Не, ну, по крайней мере, дома вон они уже там. Вот, ну, вопрос, как спуститься к ним? И куда я выйду? Так, а у меня спадают штаны. Вот, не покушал, и все, штанишки спадают. Хотя с ремнем. Продолжаем путешествие по красивым местам. Ну, вот, все-таки ух, летучая мышь прилетела. Тоже необычно. Надеюсь, я куда-то выйду. Так, и понял, что без кепки не стоит выходить, потому что хоть и в тени, но, не знаю, ребят, печет ужасно. по-любому приду в отель и сразу в душ, потому что ну, невозможно прям ребят, шиза продолжается. Поправляю джинсы, ремень перестегиваю. И говорю, вообще-то это дорога для бегунов. И начинаю рассказывать, что там метки. А потом понимаю, бля, у меня же камера-то вообще убрана в сумку. Кому я рассказываю? Вот что значит, ребят, привычка. Вот. А вот, все, мы выходим на дорогу, по сути. Да? И просто вниз спускаемся вдоль дороги. Вот, все. Вот, такая прогулочка по какой дороге у нас вышла. А здесь нельзя ездить на машинах. Здесь перегорожено это все. Ну, как видите. ну и правильно. Фух. И да, мы просто выходим на шоссе и спускаемся к пирсу. Вот. И Волкин стрит. Я прошелся по этой улице. Ну, конечно, так себе улица. Ну, кстати, там хороший 7-11, как раз где я симку купил. Вот. Это радует. Конечно, надо, наверное, еще куда-нибудь покушать, зайти. Я бы какой-нибудь том ямочке отведал бы. Ну, как видите, да, у меня, походу, вот так вот прям по дороге надо идти прям по самому-самому краю, да? Надеюсь, это специально сделано для пешеходов вот здесь вот. Напротив, как красиво деревьются все. Ну, блин, опасно, опасно. Надо было по той, конечно, стороне идти, по вот этому, скорее всего, это какой-то все-таки парк. Блин, а там наверх еще можно как-то... А я помню, мы здесь проезжали на такси. На такси проезжали. Я вот эту надпись запомнил, Паттайя, там что-то такое вот. Блин, а здесь вот растения, это, конечно, не очень удобно. Я чувствую, что я реально не там вообще иду, у ребят. Мне надо как-то отсюда сваливать. Реально, мне надо было вот там вот идти, как-то на ту сторону перебираться, потому что здесь меня просто тупо могут задеть. смотрите, какой здесь крутой спуск. И такое ощущение, что да, мне надо именно вот... А, ну да, вот видите, там дорога. Как-то мне надо перебраться вот на ту сторону. Да, в Паттайе есть проблема, что дорог вообще нету, ребят, пешеходных. Все для автомобилистов, байкеров сделано. И это довольно, ребят, стрёмно. Прям очень стрёмно. А здесь, кстати, тук-туки ходят куда-то. Не знаю, куда они ходят тук-туки эти, но ходят. 7-11 300 метров показывает. А мне надо как-то, скорее всего, перебраться на ту сторону, чтобы по этой стороне не идти. А сами видите, здесь перебраться... Вот, в принципе, сейчас вот можно перебраться. Только вот здесь вот тоже, где идти... Так, и здесь вот машина у нас выруливается тоже. Вот. И, получается, идти вот по такому узкому коридорчику. Всё, продвигаемся. Ну, вот это уже, в принципе, нормально. То есть, в принципе, даже здесь можно разойтись с каким-то человеком, да, который идет навстречу. Вот, по той стороне, как видите, такого нету, и там просто идешь по самому-самому краю. да. Конечно, эти маршруты я больше не пойду. Завтра я, наверное, никуда не поеду, ни на какие-экскурсии. Вот. завтра попытаюсь пройти туда пешком на север. Такое ощущение, что, да, надо будет в шортах идти, а не в джинсах. Правда, обрызгиваться себя по полной вот от комаров. Вот, здесь шейки разные продают. Завтра у нас среда, а в четверг я, наверное, попробую поехать на Хаокел, ой, не Хаокел. Блин. Да, Хаокел или Нонгнуш. Нонгнуш, наверное, поеду. Вот. А в пятницу Камбоджа? Так, хорошо. Это я вышел куда-то. И куда мне идти? Чисто по тротуару туда идти. Можно, конечно, сейчас карту достать и посмотреть. Ладно, ребята, в общем, пойду я потихонечку. Я еще с фотоаппаратом, блин, иду, привлекаю внимание. Так что потихоньку, потихоньку буду идти. Пока.